Насекомые с крыльями деловито покачивающие усиками. Своего рода домашний скот в миниатюре. Бизнес на мухах в селе Нижнее Чоево Мучкапского округа вот уже не первый год строят местные фермеры. Мы занимались производством гусей. И так как это было в глубинке, искали альтернативный белок. Сначала пришли к червю, червь не понравился. И вторым элементом у нас была муха, то есть личинка муха. Таким образом мы начали эту тему изучать. Она нам очень понравилась, потому что с мухой работать интересно, динамично. Сегодня ферма, которая никогда не стоит на месте, это инсектарий с пятью клетками. В каждой от четырех до семи тысяч особей черной львинки. Это одно из названий мух, которые так заинтересовали предпринимателей. Еще этих крылатых именуют черными солдатами или кальциевыми мухами. Вообще для наших мест черная львинка – зверь, что называется заморский. Муха обитает в Южной Америке и, соответственно, это теплолюбивое существо. Комфортная температура от 28 до 32 градусов. Сейчас в инсектарии 31. Нам на самом деле жарковато, но мухи, как вы слышите, довольно жужжат. Уют и хорошее настроение – залог успешного бизнеса. Основной его продукт – личинка черной львинки. Ежедневно братья Давыдовы заглядывают в клетки к подопечным, чтобы проверить кассеты с яйцекладками. Смотрите. Нет даже свободного места. Никакой щелочки. Все забито яйцом. Дальше – своеобразный процесс инкубации. Всего в 27 граммах этой массы светлого цвета миллион яиц. Обращаться с ними стоит довольно аккуратно, причем на каждом этапе развития. Спустя время, как только из яйца вылупятся личинки, они поселятся в отрубях и будут ждать еды. Корм, к слову, в этих яслях почти как у поросят – отруби плюс вода. Но готовят его по особому рецепту, строго соблюдая технологию. Особенно важно вовремя увлажнить субстрат. Если сделать это сейчас, то есть большая вероятность, что до того, как малек начнут питаться, отруби покроются плесенью. Можно, конечно, это избежать путем заварки отрубей крутым кипятком. Но тогда выделяется клейковина, они становятся более кашеобразными, что мальку не очень хорошо, потому что он маленький, ему очень важно дышать, под водой он у нас не дышит. Двое-трое суток мальки черной львинки живут самостоятельно до тех пор, пока тщательно не переработают отруби. Те должны стать более рыхлыми и сухими. А дальше – младшая группа детского сада. Вот она в синем ящике. Здесь юркие, тёплые на ощупь личинки продолжают набирать рост. Это уже молодой зоогумус. То есть корн съеденный личинкой, полностью проеденный. Если ему дать немного созреть, то он станет полноценным зоогумусом, органическим удобрением, которым можно подкармливать абсолютно все виды растений и сельскохозяйственных культур. Удобрение на основе такого зоогумуса – лишь одно из направлений мушиной фермы. Спектр применения местной продукции широк. Живая личинка, к примеру, используется в кормлении сельхозживотных и рыбы. В здании по соседству, на примере домашних курочек, фермеры демонстрируют успех этого направления. В перспективе возможно производство и сушёной личинки, а также муки из неё. Это позволит изготавливать корма для кошек и собак. Впрочем, были в практике предприниматели и довольно экзотичные, на первый взгляд, эксперименты. В прошлом году на дне района мы решили, что пойдём на него вместе с нашей продукцией. Взяли муху, взяли личинку живую и насушили, пожарили, так сказать, как семена, личинку сушёную. Народ. Кто-то, конечно, воротил нос и уходил. Кому-то было очень любопытно. В основном дети. Нам нужно больше работать с детьми, погружать их в это дело. Им очень интересно. Они с любопытством смотрели, трогали, пробовали. Также были и учителя. Тоже попробовали на вкус сушёную личинку. В целом ничего нелестного мы в свой адрес не услышали. Сейчас мощности инсектаря около 150-200 граммов яйца или тонн на личинки в сутки. Для пилотного проекта, признаются фермеры, неплохой результат. Однако до промышленных объёмов ещё далеко. В первую очередь необходимо расширять площадь. Мы сейчас используем технологию выращивания в ящиках, но для промышленного производства это проигрышная технология. Нужно использовать бассейн или что-то более объёмное, где можно сразу заселить много личинки, много раздать корма и также быстро большими объёмами её собирать. А для этого нужны большие площади. Осенью прошлого года правительство России признало разведение чёрной львинки особым видом сельхоздеятельности. Это решение открыло перед мучкапскими фермерами новые возможности. Теперь молодые предприниматели планируют участвовать в грантовой программе «Агростартап». Если всё получится и необычный проект поддержат, в округе начнут выпускать продукт массово, только укрепляя интерес потребителям. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Данил Лычко. Область новостей.